Ну и о событиях в акватории Черного моря и на юге страны поговорим с Натальей Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, присоединяется к нашему эфиру. Наталья, здравствуйте. Рады вас видеть. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Наталья, ну вот давайте поговорим о заявлениях Бена Уоллеса. Он назвал Черноморский флот Российской Федерации флотилией береговой обороны. Согласны ли вы с таким утверждением Бена Уоллеса? Ну, мы говорили неоднократно об этом еще с момента уничтожения крейсера Москва, когда у флота пропал флагман. В принципе, он уже автоматически перешел в разряд флотилии. А учитывая, как они любят в последнее время маневрировать вдоль берега, исключительно прикрываясь крымским побережьем, ну, наверное, им ближе все-таки понятие береговое оплатили. Ну и вот Бен Уоллес также говорит о том, что вооруженные силы Украины уничтожили уже тысячи единиц техники. Мы об этом всем знаем. Генштаб вооруженных сил Украины ежедневно публикует эти сводки. Известно также, что Генштаб вооруженных сил Украины уничтожает огромное количество и крылатых ракет, в том числе дронов Камикадзе, которые летят сейчас по нашей территории. Расскажите, пожалуйста, какая часть из тех запущенных дронов, которые запускает российская армия, преподает на Южный фронт? Достаточно большая. Во-первых, потому что пуски производятся так, что следование этих видов вооружения проходит через нашу зону ответственности. Как правило, их пытались запускать и с Крымского направления, и сейчас с берегов Азовского моря, в районе Краснодарского края. Все эти направления как раз связаны с нашей зоной ответственности. Поэтому и наша противовоздушная оборона, наши подразделения максимально сосредоточены и нацелены на то, чтобы уничтожать их еще на старте, скажем так, на начальной стадии их пути. То, что они пытаются таким образом, в том числе и разведывать наши силы противовоздушной обороны, мы уже неоднократно обращали на это внимание, потому что дроны как раз спускаются несколькими волнами с целью выявления сил противовоздушной обороны и последующего их уничтожения. И только после этого третья волна направлена на атаку по объектам критической инфраструктуры. Но это по сути то, что происходило вчера и сегодня, да? Ведь вечером были запущены накануне дроны, сегодня уже произошла массированная ракетная атака. Известно, что активно работало сегодня ПВО и в районе Одессы, и также были сообщения о неких, возможно, прилетах в Одессе. Можете уточнить информацию, каковы последствия сегодняшней атаки? Да, Югу сегодня тоже было уделено большое внимание в этой массированной ракетной атаке. 24 ракеты над южными областями было уничтожено силами противовоздушной обороны. 21 в Одесской области, 2 в Херсонской, 1 в Николаевской. И это по результатам утренней ракетной атаки. И также, к сожалению, было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Одесской области. И обломки ракеты, сбитые силой противовоздушной обороны, упали в одно из частных домовладений. Но, к сожалению, есть повреждения в строении, но нет пострадавших людей. Это хорошая новость. Наталья, мы на этой неделе с вами обсуждали еще и то, какое количество ракетоносителей сейчас находится в акватории моря, а также говорили о частоте применения тех ракет, которые пускаются из акватории моря. Что на сегодня вы можете сказать? Насколько был мощный залп из Черного моря? Сегодня именно с началом воздушной атаки, массированной ракетной атаки, ракетоносители были выведены на боевое дежурство, потому что ночью их там не фиксировалось. Именно ранним утром были выставлены на боевое дежурство два надводных ракетоносителей, и чуть позднее к ним присоединился и подводный. Общий залп составлял как раз 20 ракет калибр, калибр и силами противовоздушной обороны были зафиксированы все 20 выходов с акватории Черного моря. Напомню, что именно такие ракеты враг использует для того, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры, потому что это оружие точного поражения. И тем не менее, из 20 ракет 85% калибров конкретно было уничтожено. И, Наталья, получается 20 ракет калибра, это ведь дорогостоящее еще оружие. Необходимо, наверное, напомнить россиянам, во сколько обходится такой залп, по сути, бюджету России и все это из кармана налогоплательщиков. Это миллиарды, наверное, долларов или миллионы? Совершенно верно. Мы знаем о том, что ракеты типа калибр – это дорогостоящее оружие, и поэтому ставка на них и делалась с тем, чтобы поразить объекты критической инфраструктуры. Абсолютно очевидным является то, что враг сегодня пытался создать нам максимально неблагоприятные условия перед празднованием, перед подготовкой к праздникам. Ну и какие-то неблагоприятные условия сегодня были в воздушном пространстве Российской Федерации. Известно, что отменили рейсы, закрыли воздушное пространство над Пензой и Саратовым. Российские СМИ говорят, что ПВО российское сбивало какие-то неизвестные беспилотники снова над Энгельсом. Два или три борта развернули обратно в Москву, они не могли вылететь из Домодедова в этом направлении. Тоже было неспокойно. Ну, учитывая волшебство определенное вот этих предпраздничных дней, можно напомнить и о том, что в свое время как раз Энгельс являлся городом-побратимом Чернобаевки. Возможно, что просто карма вернулась. Наталья, ну и если говорить еще о ситуации у моря, давайте продолжим. Все-таки ведется запуск оттуда этих ракет-калибр, как вы сказали, дорогостоящих. Как никогда, наверное, актуально вспомнить еще и об украинском флоте морских дронов. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал его скорый запуск. И скажите, ведь законными целями этих надводных беспилотников могут и должны стать корабли вражеской армии? Абсолютно логично и, в принципе, всем понятно, и в мировом сообществе тоже, что во время войны такой полномасштабной, такой объемной и целостной страна, которая защищается, должна развивать свои технологии и соответствовать тем вызовам, которые перед ней встают. И если нам противопоставляется распиаренный мощный флот, значит, мы должны противопоставить им соответствующую защиту, то, чем мы можем себя защитить. Напомню, что даже атаки нашими дронами — это способ защиты, потому что как бы ни пыталась вражеская пропаганда перекрутить это в виде действительно нападения на корабли, на авиабазы, на склады какие-то. Это способ защиты, потому что уничтожить потенциал врага — это и есть способ защитить себя от его применения против своего народа. Знаете, вспоминаются слова и военных экспертов, и генштаба Вооруженных сил Украины, и украинского правительства. Когда эти массированные атаки проходят, то это ведь все говорит о бессилии сейчас российской армии в наземных операциях, о том, что у них нет никаких успехов и, собственно, всех этих проблемах. Скажите, пожалуйста, какие сейчас проходят операции, возможно, на Южном фронте Украины? Что с обстановкой оперативной там? Основной вид противодействия сейчас на Южном фронте — это контрбатарейная борьба, поскольку мы можем противопоставить только свою артиллерию и реактивные системы залпового огня вражеским, поскольку они пытаются обстреливать правый берег, и не только деоккупированные Херсонщины, а и в том числе Днепропетровщину, там, где мы обращаем внимание, все время они пытаются вызвать ответный огонь, атакуя со стороны Запорожской атомной станции. Мы не отвечаем по объекту критической инфраструктуры, и именно это их особенно раздражает, поскольку они бы хотели использовать это в своей пропаганде дальнейшей, а здесь происходит вот такая пробуксовка. Кроме того, именно вы правы, от своего боевого бессилия на поле боя они атакуют мирные регионы и потом очень браво рапортуют о том, что именно внутреннее состояние украинцев, психологический настрой, социальный дискомфорт является и так называемым достижением, когда они попадают по объектам критической инфраструктуры, лишая нас электроэнергии, воды, газопостачания, газовых поставок. Вот в этом случае они и чувствуют свою победу. Российские оккупанты еще браво рапортовали и о жести доброй воли с острова Змеином. Наталья, давайте, возможно, некие маленькие такие итоги года проведем, а может и не маленькие итоги года, а небольшие, успешные. Освобождение этого острова Змеиного, что оно дало украинской армии? Насколько это было стратегически важное освобождение этого поселка Белого Одесской области? Во-первых, это были действительно метры украинской земли. Сейчас восстанавливаем связь, имеем некие проблемы с интернетом. С Натальей Гуменюк мы сейчас говорим, с капитаном первого ранга, о ситуации на юге страны, о том, что оккупанты обстреливают этот регион от своего бессилия. И на сегодня также провели массированную ракетную атаку, в частности, из акватории Черного моря. Но 80% ракет, пущенных из акватории Черного моря, были уничтожены силами ПВО. И стоит напомнить, что это был дорогостоящий зал Российской Федерации. Ведь калибры, которые они пускают по объектам инфраструктуры и энергетической инфраструктуры Украины, стоят миллионы долларов. Да, и сейчас мы говорим об освобождении острова Змейный, откуда российская армия бежала, заявив о том, что это был их жест доброй воли. Наталья, продолжите. Мы установили сейчас связь. Наталья, вы меня слышите, скажите? Да, я слышу вас. Об острове Змейный мы говорим и о стратегически важном его освобождении. Совершенно верно. Освобождение острова было очень важно, поскольку враг пытался развернуть там системы противовоздушной обороны и точку атаки на южные регионы. Поэтому, во-первых, это были метры украинской земли, а каждый ее метр для нас ценен. И операция включала в себя очень большое количество разных действий, в том числе и противодействие тому самому крейсеру Москва. И общая оценка вот этой операции в целом была характеризована иностранными специалистами, как потери российской оккупационной армии аж до миллиарда долларов. В этой операции невероятный результат, говорю. Сейчас есть некие проблемы у нас со связью. Ну и давайте еще обсудим с вами события, которые происходят в Одесском регионе. В частности, российские пропагандисты уже устраивают истерики по поводу сноса памятника и демонтажа памятника, который в скором времени отправится в один из музеев Одессы. Как вы считаете, можно ли ожидать провокации каких-то по поводу данных событий в Одессе? Несмотря на то, что пытаются в некоторых сепаратистских и пропагандистских пабликах агитировать одесситов, в том числе за то, чтобы проявить свою так называемую гражданскую позицию по этому поводу, гражданская позиция одесситов давно сформирована и она как раз была изложена в решении местной власти о том, что эти памятники должны перейти в музей. Мы героическая нация, которая способна бороться за себя и увековечивать свои родные достижения, а не те, что навязаны были пропагандой. Поэтому какие бы раскачивания, психологические, социальные ситуации не вводились врагами и вот этими группами диверсионными, которые пытаются продвигать идею русского мира на подпольном уровне, это всё не сработает. Потому что именно само понимание, подготовка и демонтаж памятника прошли как раз в том самом окружении человеческого понимания последствий и необходимости таких действий. Наталья, спасибо вам большое за ваши комментарии. Наталья Гуменюк, начальник Объединённого координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, был с нами в эфире «Фридема». До свидания, Наталья.